В Театре Мюзик Холл готовится к премьере мюзикла «Остров сокровищ». Любимая детская история по мотивам одноименного романа Роберта Стивенсона, рассказанной на музыкальный лад, должна понравиться и взрослым, и детям. А наша коллега Евгения Булатова побывала на генеральном прогоне и готова поделиться своими впечатлениями. Напрасно! Ты пытаешься убежать от своих старых корабельных приятелей! Погонься дьявола! Белем! С первых минут спектакля зрители погружаются в атмосферу тайны морских приключений. Самые настоящие пираты преследуют своего бывшего напарника Билли Бонса. Он украл карту сокровищ капитана Флинта, а добравшись до похитителя, вручают ему черную метку – страшный пиратский знак. Нет для пирата страшнее известие, чем получить этот знак черной мести. От потрясений Бонс умер, а карта попала в руки к мальчику, главному герою этой истории Джиму Хокинсу. Вместе со своими старшими товарищами доктором Ливси и сквайром Трелани он отправляется на поиски таинственного необитаемого острова, на котором спрятаны легендарные сокровища капитана Флинта. Шхуну под названием «Испаньола» возглавил эпатажный капитан Смоллет. Сейчас я узнал, что каждый матрос на этом корабле знает, что мы идем искать сокровища. Да, согласитесь, это некрасиво. Это второе. Что, есть и третье? Да! В этом опасном путешествии Джиму предстоит преодолеть множество преград, раскрыть пиратский заговор и спасти команду. Он узнает, что такое предательство, настоящая дружба и любовь. История, правда, очень увлекательная. Там есть и детективная составляющая, как главный герой обнаружил вместе со своей мамой эту карту. Как они поняли, что это именно карта указывает на место, где находятся сокровища капитана Флинта. Как снаряжают экспедицию, как обнаруживают, что на корабле заговор. Над спектаклем работала целая команда профессионалов. Создатели постарались максимально бережно отнестись к сюжетной линии. И все же в этой брутальной истории появилась женская роль – девочка Эмми. Это, конечно, украсило и дополнило постановку, и она заиграла по-новому. Между главными героями возникает первая любовь. Пусть нас ведет всегда звезда, звезда наша лишь звезда. Хотелось бы, чтобы дети после нашего спектакля выходили воодушевленными и помнили о том, что все-таки главное сокровище, которое вообще у нас есть, это не какие-то материальные вещи. Это, в первую очередь, мы, наше отношение к друг другу, наше общение, доброта. И чтобы они всегда помнили, что нужно мечтать, нужно быть смелыми и ничего не бояться. Это история об ответственности и взрослении. Оно наступает с первым самостоятельным поступком. И на протяжении всего спектакля главный герой меняется. Конечно, да, он трансформируется, он становится смелее, он принимает одно решение за другим, и каждое решение требует от него все больше взятия на себя ответственности и смелости. И, конечно, выходя из них живым, чего могло и не случиться, он, конечно же, становится как будто заново рожденный опять. Каждый раз заново рожденный, и каждый раз он говорит этому миру, Богу и людям вокруг себя спасибо, что я живой. И, конечно же, это такая уже взрослая, к концу спектакля, это уже взрослая личность прям. Режиссер спектакля Анастасия Удалова закладывает глубокий смысл в эту детскую историю. Через главного героя Джима юные зрители должны понять, что главная ценность вовсе не сокровища и золотые монеты, а семья, друзья, смелость и честность. Ну и, конечно, не забывать, что добро всегда побеждает зло. Это моя любимая, наверное, сквозная тема по всему творчеству. Ты в ответе за тех, кого ты приручил, да, и в данном случае рядом с тобой твои друзья, ты за них отвечаешь. Если ты что-то сделал не так, не бойся признаться в этом. Иди до конца, оставайся верен самому себе, как бы ни было великое искушение, оставайся на стороне добра. Вот это, наверное, ключевые вещи и установки, с которыми наш герой выходит во взрослую жизнь. В спектакле задействованы мультимедийные элементы и картинки. Так можно в деталях рассмотреть интерактивную карту сокровищ. И, конечно, настоящие передвижные декорации, которые превращаются то в бедную таверну, то в тропический остров, то в настоящие корабли и палубу. Спектакль дополняют драки и фехтовальные сцены, поставленные мастерами сценического боя. Над пластикой и танцами героев работал хореограф. Премьера этой пиратской истории состоится 23 февраля. Создатели говорят, остров сокровищ семейный спектакль понравится юным любителям путешествий и, конечно, их родителям. Евгения Булатова, Станислав Черкасов, Антон Пашукевич, ЛЕН-ТВ, 24.